МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Знаете, иногда я вот задумываюсь о жизни и думаю, вот как говорят, знаете, век живи, век учись. В чем-то ты, бывает, уверен, а потом оказывается, что то, в чем ты был уверен, это вовсе не является какой-то истиной. Но все наоборот. И ты тоже, глядя на людей, которые, знаешь, рядом с тобой, которые вокруг тебя, которые, возможно, тебе что-то обещают, кажутся тебе какими-то... И спеши делать выводы. Время – это единственный показатель, единственный судья того, что будет на самом деле и кто есть кто. Я благодарю Бога за то, что Он, знаете, где-то дал нам сил пройти какие-то трудные годы, трудные времена. И мы прошли их. Прошли их без единой остановки, проповедуя Евангелие. Даже в те моменты, когда, казалось, мы могли... Вернее, не могли пошевелить языком. Было так тяжело на душе, на сердце. Было трудно, но... Мы все равно поняли, что единственный смысл жизни, который только есть у нас, свиточкой, этот смысл жизни заключается в одном – это служение Богу. Больше ничего. Кроме служения Богу ничего нет. Ничего нет. Все остальное – это, друзья, не есть настоящее. И вы должны знать, что однажды жизнь, она прервется. И мы как-то так близко не подходили к смерти, давай скажем, да? Но когда пришлось подойти, то увидели, что самое главное, что можно сказать каждому человеку и понимать самому – это нужно служить Господу, нужно быть святым человеком. Нужно понимать, что служение Богу – это одно, а хождение перед Богом – это другое. И вот нужно прежде всего ходить перед Богом. Ходить перед Богом, друзья, это совсем не то, что многие люди думают. Это не какая-то просто внешняя атрибутика. Внешняя, да, сто процентов. Мы должны быть примером во всем. И не быть либеральными ни в чем. Но я скажу больше. Ходить перед Богом – это ходить, значит, перед Богом. Читать мысли твои Богу, чтобы было не стыдно, чтобы твои мысли были святы, чтобы в своих мыслях ты был святым. Иисус учил об этом. Он говорил, кто посмотрит на женщину с вожделением, тот уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. Представляете? Он говорит, кто ненавидит брата своего, тот человекоубийца. И вот Иисус, Он так смотрит. И Он говорит о том, что церковь – это церковь, да, аминь. Но часто она полна людей. И если Иисус так рассуждает, что кто ненавидит брата своего, тот из человека убийца, то вы только подумайте сами, что Он смотрит на толпу убийц, на толпу прелюбодеев, на толпу тех, кто судит, кто занимает место Бога и судит, и становится, как дьявол, клеветником, да, где-то и такая ситуация. И вот когда Бог это видит, подумайте сами, как Он может нас благословлять? Поэтому Писание говорит, чистые сердцем Бога узрят. Чистые сердцем Бога узрят. Подумайте об этом. Чистые сердцем. Ты должен стремиться к тому, чтобы быть чистым человеком перед Богом. Чистым своим сердцем, чистым в своих мыслях, чистым по-настоящему. Не давать дьяволу себя осквернить, не давать дьяволу себя опятнать, не давать дьяволу себя опорочить. Это недопустимо для тебя, потому что ты Божий человек. И ты призван Богом, чтобы изменить свое мышление. Понимаете, когда у нас возрожденный дух, мы говорим на иных языках, мы приняли водное крещение, однако нам нужно обновить свой разум. Нам нужно обновить свои помышления и заменить все негативное, все отрицательное. Заменить на положительное, заменить на то, что Божье. Вот что нам нужно сделать. Помышления Божьи, они поднимут тебя. Через помышления Божьи, через канал Бог пойдет в твою жизнь и поднимет тебя. Я желаю тебе, чтобы ты не разочаровался в жизни, чтобы ты шел вперед, зная, что поступаешь правильно. А правильно поступать, это ходи перед Богом, храни свои мысли, будь святым человеком в своих помышлениях. И Бог тебя благословит, Бог тебя поднимет. Люблю вас всех и благословляю. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова